приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги делаем расклад сегодня на сентябрь месяц плюс минус напоминаю мы называем для ориентира сентябрь но по факту это ближайшие какие-то события и так ну вот сколько сможем заглянуть сколько энергии мы сможем прочитать ближайшие события для зеленского владимира александровича президента украины зеленский не был такой вопрос прямо меня знаете позабавил очень относительно зеленского увидимся вечерком может быть поговорим сделаем ответ вопрос я почитаю ваши комментарии есть о чем поговорить там накопилось несколько таких вопросиков любопытненький да вот так давайте зеленский поехали дает дает и скажи какое вот понимаете как бы все вот она не было тяжко но я же говорю вот что там нем есть какая-то в нем есть понимаете особая такая жилка которая ему помогает выстоять самых таких критических ситуациях вот будет такая уже и он все равно выкрутиться в итоге вы понимаете вот есть нем какая-то то ли удача то ли это какая-то миссия то ли и вот сейчас смотрите так ну что что у нас получается какие-то какие то ситуации недвижимые которые давно не решались которые очень сложные затянутые знаете такая тянучка которая останавливалась например не решалась не было возможности решить например откладывали ее на потом или останавливали решение этих вопросов это сложный вопрос это тяжелые вопросы начнут и начнут как-то не шевелиться знаете начнут как-то не раскручиваться по крайней мере частично хотя бы до из десяти жезлов 5 начнет шевелиться как-то то есть совсем какие-то застойные дела начнут прокручиваться скажем так очень интересная ситуация сможет он уйти от дьявола есть зависимость определенная которая давно держала да не пускала какие-то ограничения да по дьяволу я вам хочу все знаю откуда это дьявол и как его зовут вот ну так вот вот эти ограничения по дьяволу которые сдерживали ограничивали возможно это связано с оружием 8 жезлов с ракетами возможно связано с разрешениями на использование да вот такое то есть какие-то игры давайте так не факт что про это но очень похоже на то потому что дальше карты интересны то есть вот этот эти зависимости пожалуй зеленский сможет обойти он оставит их позади и будет идти к другим берегам то есть очень велика вероятность того что в определенной степени по крайней мере если не полностью да дороги откроются то в определенной степени да по тройке жезла все равно откроются дороги возможно как-то в обход каким-то другим вариантом через другие возможности знаете вот вот как то так интересно и эти дороги они по колесницей по шестерке жезлов они такие толкают зеленского активной деятельности управлению процессами какому-то состоянию я на коне вперед атакую какой-то триумф какое-то состояние когда ему таки будут аплодировать и это будет в определенной степени считаться его какой-то ну шесть жезлов вообще-то победа да но только мы иногда когда видим шесть жезлов мы сразу воспринимаем как все окончательная победа да прям вот пожалуйста там 8 мая да там или 9 как хотите но это же не совсем так есть разные степени да есть разные можно победить в бою в битве войне но это как я не знал какая это победа но это победа мои хорошие годы тресни в новых дорогах и это это какая-то победа по колеснице я теперь уже догадываюсь о чем это демон ты достал помните когда в прошлом месяце мы видели эти карты да вот такое какое-то триумфальное какое-то состояние продвижение агрессивное военное не очень было понятно да а сейчас как-то уже и понятно все в общем я так понимаю ну надеюсь москвичи уже успели запастись памперсами да потому что полетит полетит это я вам говорю так по государственным делам по каким-то по правосудию очень яркий будет какой-то удар по государственным делам 10 мячей прямо ну наши депутаты умеют верховная рада умеют подставлять где-то в чем-то да ну прекратишь ты демонище слушайте вот малой шконный ему прям играться он у тебя целый этот замок прям по правосудию звезда 10 мячей какая-то такая знаете подставы удар в спину и все это вот что-то связано с государственными делами так будут моменты разочарования в неких мочевых конфликтах разочарование и определенная степень давления опять же на него определенная степень давления просили м 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 интересах отказ король пентаклей ситуация когда некие пентакливые короли понесут ущерб связи с тем что зеленский не будет чем-то заинтересован чем-то откажет что-то не будет ему это интересно и он скажет нет да и кто-то понесет какие-то убытки все-таки короли понесут убытки так от мира продолжение каких-то тупиков тупиков из прошлого будут повторяться будут ситуации связанные с этими тупиками закрытыми дорогами все равно повторяться по миру активные движения разрушительные есть ощущение что ну смотрите как я зеленский и сажусь иду в активную позицию сажусь на коня и рублю разрушаю все на своем пути я принимаю важные решения крушить вот буквально крушить я принимаю серьезные решения я иду в атаку и мое решение крушить и уничтожать да просто вот баб по башне я принимаю решение в активной позиции ну в общем москва вы поняли вот такое решение он принимает хотя ведь мы мы видим все равно тупики по миру мир закрывает все перекрывают все еще что-то как-то запрещают но видите как-то он в обход как-то этого дьявола обходит и находит возможности находит возможности и делать будет то что считает нужным так часто не все уронишь вы сейчас упадете мои хорошие важная дорога мечевая дорога у него по страшному суду ну видать какая-то очень важная поездка какая-то очень важная поездка касаемая мечей естественно на каком-то таком важном уровне там где будут приняты важные решения для него очень важные решения по страшному суду с некой королевой глобально портятся отношениям борьба за то чтобы подвешенные дела опять начали крутиться борьба за то чтобы то что подвис он уже это было наподобие что тогда то есть будет будут хлопоты и борьба за то чтобы подвешенные какие-то вопросы начали решаться и они такие начнут решаться через хлопоты но начнут решаться но обороны усилит будет заниматься усилением обороны защиты усилением пво однозначно будет какое-то усиление усиление пво но защитные какие-то я так понимаю материальные какие-то ресурсы для защиты будет получать ну и какие-то переговоры переговоры с королевой очень эмоциональные переговоры с королевой пентаклей переговоры встречи договоренности они могут быть и личного характера либо очень эмоциональные скорее это не личные наверное это не личные потому что дальше мы видим долгий путь в этих договоренностях с королевой пентаклей это начало долгого такого пути о финансовом благополучии возможно это какие-то страны которые будут инвестировать на долгую до на долгу такие договор какой-то на долгую работу на долгое сотрудничество от малых пентаклей как часть больших вот такое и это будет надолго так вот стабильно не быстро но надежно хорошие карты вот это все в договоренностях с некой королевой пентаклей то есть пытается разрулить финансовые кризисы ну опять тут какой-то выбор принятие решений о неких королях и иерофантах но это скорее внутренняя политика будет принимать какие-то решения выбирать между кем-то между какими-то людьми а И есть опасения, будут опасения, какие-то страхи, какие-то неуверенности, что ли, в каких-то новых проектах, связанных с семьей, в новых проектах, прямо по тузу Жезлов, по тузу Пентакли, в очень важных проектах, некая нестабильность, неуверенность. Но, судя по всему, это разрулится в положительную сторону, и для страны пойдет новая работа, сотрудничество, возможно, даже тайные какие-то союзы, но вообще это хорошие карты. Мы начинаем от каких-то, пока еще непонятно, что будет, и тут оно все разруливается в течение месяца, начинаются какие-то новые проекты, важные для семьи, новое сотрудничество, которое приводит к каким-то победам, к праздникам. Ну, неплохо. Мне кажется, здесь, знаете, о чем карты? В общем, тенденция в том, что усиление защиты, ПВО, и разное, может быть, там какое-то оружие, которое на защиту будет работать над этим, и удастся. Закрутятся какие-то процессы подвешенные, сможет обойти какие-то ограничения, несмотря на то, что эти ограничения будут, их будет немало, он сможет их обходить другим путем, находить решение. Достаточно агрессивная позиция военная, агрессивная позиция будет триумфальная, с победами, движение вперед, очень такая, знаете, позиция очень активного человека, который готов крушить и не считаться уже с какими-то запретами. Знаете, вот прям рыцарь жезлов, да, по башне, по тузу мечей. То есть весьма, я думаю, мы будем наблюдать, мы будем наблюдать какие-то бесконечные, как это у россиян, там, хлопки, да, хлопки, вот. Хлопков будет больше, и, видимо, это будет все очень ярко. Так, ну, такие, такие дела, а вот экономические тоже продвижения, явно какие-то новые решения, улучшения. Видите, у нас падали очень нехорошие карты на август, на экономику, да, а вот уже в сентябре будет что-то решаться. Видимо, к осени поздней, к зиме идет какая-то подготовка заранее, и чтобы как-то разрулить и подготовить страну к зиме, к непростой, естественно, да. И вот эти решения будут найдены, похоже, чтобы не опустилась страна в кризис какой-то финансовый, решения будут найдены, и они долгоиграющие какие-то. Тут неплохо, в принципе, видно прогресс, видно, что прогресс идет. Ну, вот такие дела, такие дела. А здоровье? Что у нас там? Сейчас, подождите, сейчас. Так. Где-то в дороге, где-то в дороге хорошее укрепление. В какой-то, в дороге, как будто бы, то ли он там что-то получает где-то, ну, на улучшение. На улучшение. Здоровье идет на улучшение. В активной какой-то, как не знаю, терапии. Или что-то принимает, или где-то вот какие-то препараты по сосудам, не знаю, что-то такое. Вот у него что-то с сосудами, и есть какая-то проблема. И, похоже, вот этой проблемой заниматься активно будет. Возможно, даже с каким-то вмешательством где-то, ну, в дороге. Не знаю, что-то такое. Какая-то, ну, не знаю даже. Может, какие-то процедуры, сложно сказать. Но, на добро, ну, возможно, да, помогу, возможно, какие-то процедуры. Что-то из официальной медицины, не знаю. Тут сложно, вот медицинские вопросы очень сложные. По императору это, скорее, что-то касаемо официальной какой-то процедуры. Официальной медицины, что-то такое. Ну, в общем, здоровьем-таки своим как-то занимается все-таки там. Потому что, похоже, по сосудам, вот сердечно-сосудистая, что-то такое. Там прям нехорошо. Я так понимаю, занялся этим вопросом. Ну, улучшения. Такие по здоровью и улучшения приходится ему отказываться от каких-то вещей, которые вредят здоровью. От каких-то соблазнов, которые вредят здоровью. От чего-то, не знаю, какие-то, может, диеты или что-то еще. Какие-то такие моменты. От чего-то нужно отказаться. Да, и явно идет процесс улучшения. Работа над улучшением жизненного, работа над улучшением жизненного статуса, скажем так, жизненной энергии. Ну, то есть все-таки занимаются вопросами здоровья, потому что совсем он, конечно, был уже прям серый. Должно быть немножечко получше. Так, ну вот такие дела. Такие дела у Зеленского. Кто-то у меня спрашивал Наташа, сбежит ли Зеленский из Украины. Нет, не сбежит. Не сбежит. Не сбежит никуда. Так что не берите дурную в голову. Ну, вот у него по государственным делам сложные сейчас терки проблемы. И он в активной фазе такой, знаете, принятия решений по рыцарю мечей, да, немножко такой, в активной позиции. И в новых дорогах еще будут неожиданности. В новых дорогах ждут еще нас какие-то по колесу фортуны и по колеснице. Какие-то неожиданности, какие-то такие движения, которые где-то кто-то другим путем будем, что-то будем оставлять, куда-то поворачивать. Ну, в общем, такое. Зеленский в активной деятельности государственной. По звезде, это, собственно, ярко все освещается. Ну, вот отказы. Отказы каким-то людям, опять же. Дороги иерафантов. Ну, обычная деятельность. Обычная его переговоры. Переговоры, потому что идет какой-то обман с помощью. Переговоры о том, что обещали, но не дали. Обманули. По этому поводу злиться. Злиться на короля жезла. И будет вести какие-то переговоры. Ну, такое. В общем, никто никуда не убегает. И вообще, я вам хочу сказать. Иногда некоторым тарологам полезно наслать понос. Не придумывали всякую фигню. Так что, в общем, никто никуда не убегает. Очень много государственной работы. Много каких-то неожиданных будет принятия решений. Кому-то отказывает. Дороги, серафантами. Экономические. Ну, в плюс. Решения экономические в плюс. Защиту, в оборону решения в плюс. Там, где обещали, но не дали. Разбор идет полетов. Опять ведем переговоры. Опять и опять напоминаем о том, что вы же обещали, но не дали. Что-то типа того. Пытаемся обойти какие-то запреты. И весьма активная позиция. Что-то где-то наступаем, разрушаем, разбиваем. И вообще весьма агрессивно настроены. И, ну, в общем, какие-то победы будут снова. Мы будем наблюдать в сентябре какие-то активные действия. Вот так. Вот так. Такой расклад. Такой расклад. Здоровье сейчас чуть лучше, чем было до. По крайней мере, им как-то начали заниматься в большей степени. Но все равно там, конечно, там плохо все равно. Заниматься начали, видимо, потому что это начало мешать работе. Ну, вот такой расклад. Такой расклад. Что тут скажешь? Что тут скажешь? Только сил, удачи. Ну, и благословения. Люблю, целую. Спасибо. Спасибо.